всем привет всем здравствуйте сегодня с вами я катя мирошниченко сегодня у нас презентация двух новых новинок я сейчас покажу что входит в бокс александра маквин и буду работать новым гелем гель-клей для стемпинга для отпечатывания фольги и для втирки пигментами именно для стемпинга сейчас я обратно в бокс засуну декорации хотела сегодня и тем и тем поработать но я вот в инстаграм сейчас работала невозможно физически поработать и той и той новинкой потому что я хотела дизайна уже сегодня с александром аквин делать сейчас если успею то и александр маквин начнет делать самый долгий жду ирина ромашкова это я самый долгий жду я сейчас надеюсь что на следующей неделе мне сделают уже ногти с этим александром аквин вернее я сама буду делать не сделают ногти я сделаю дизайн и так долгожданная новиночка вот такая упаковка небольшая потому что теперь в двадцать четвертом году я переформатировала бокс и они будут выходить без гель лапок теперь в боксе у нас идет книжечка красивая которую можно дать клиентам и очень приятно держать в руках любоваться вдохновляться здесь есть разные варианты маникюра есть сами сама коллекция александра маквин от которой мы отталкивались смотрите это самая известная его коллекция есть еще коллекция с бабочками платье одну я выбрала вот эти это самое наверное офигенное она произвела на меня наверно самое большое неизгодимое впечатление с днем дочери катерина когда будете делать макияж на трансляцию да у меня лицо тогда облезет если столько макияжа сделать мне хватает что я макияжи делаю бешеные на вебинары наши вот днем я делаю обычный дневной макияж смотрите сколько вариантов типсов понятно что отталкиваясь от количества элементов которые в боксе их намного больше и здесь можно до бесконечности дальше миксовать вы просто можете оттолкнуться от идеи компоновки самой а элементы под эти компоновки брать например уже другие которые есть еще в этом боксе здесь есть также мастер-классы еще раз ногти клиентам так будет более понятно например не все клиенты могут по типсам выбрать да им сложнее так делать а когда мы видим ногти с ногтями уже более понятно очень много фурнитуры использовали александра маквин если посмотрите у модного дома александра маквин не важно сколько лет пройдет очень много насекомых они любят объемной большой фурнитуры золотой серебряный и всегда это цветы с черепами бабочки насекомые с черепами как бы основное действующее лицо череп да и к нему уже добавляются всевозможные элементы здесь также есть qr-код по которому можно перейти и скачать все оригиналы этих фотографий вот можно перейти и скачать оригиналы этих фотографий и выложить себе на страничку вот давайте посмотрим декорации раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать а где двенадцатая или я неправильно посчитала два четыре восемь десять ой неплохо с математикой боже посчитать не могу в общем технически выполнены слайдеры все по-разному получается три варианта есть со смолой смола имитирует стразики поэтому стразиков здесь очень много фольги здесь очень много со стразиками с цепочками дальше здесь у нас идут принты и самые популярные как раз принты брали с нескольких коллекций у них была коллекция где анималистичный принт как змея шел потом была коллекция где за основу был взят такой знаете психоделический дизайн космическая абстракция и конечно же бабочки маленькие большие это тоже два самых знаменитых принта вот и отдельные элементы конечно же я сделала отдельно черепушки и к ним сделала отдельно бабочки чтобы кому нужно вы компоновали на свое усмотрение вот эту самую знаменитую композицию да когда череп и бабочки идут с насекомыми с цветами просто бабочки вот поэтому есть именно как в оригинале а есть когда вы возьмете и сами уже закомпонуйте так как вам надо много тоже отбивок но мы везде здесь вот такие черепушечки добавили текста много и конечно еще сделали вот такой вариант который тоже можно будет уже на ваше усмотрение компоновать бабочки паутина вот паутины у александра маквин не было но это у меня просто моя тема я ее очень давно хотела чтобы вот она шла вместе с александром маквин да вы знаете что у меня один период был когда я рисовала всегда у меня шли паутины с цветами паутины с бабочками с крыльями и так далее вот это первая новинка сейчас если что мы успеем поработать обоими новинками сегодня у нас все про дизайн вторая крутая новинка для стемпинга гель-клей прям вдумайтесь новинка для гель-клея на которую вы отпечатываете фольгу смотрите как круто получается на рисунок от стемпинга отпечатать фольгу сейчас я специально вот так делаю салфеточку чтобы зеркально отображалась скажу вам даже очень неплохо отпечатывается при том что вы же понимаете да какая толщина линии когда мы работаем со стемпингом здесь настолько она тонкая и маленькое количество материала нанесено что если мы возьмем обычные материалы для фольги они просто не отпечатываются в принципе можно как отпечатывать фольгу можно также делать втирку на этот рисунок почему мы назвали этот гель клей потому что вот даже дисперсия когда вы испачкаетесь об этой дисперсии ты прямо чувствуешь что она ведет себя как клей но только полимеризуется в лампе фольгу вот эту рекомендую не снимать давайте начнем с этого геля есть несколько правил понятных нюансов что если купить этот материал нужно обязательно сначала потестить так нужно сначала потестить и первое на что нужно будет обратить внимание время просушки время просушки зависит от вашей лампы вот даже у нас в лампы которые где у нас технологический этаж каким-то лампам там два года один год там четыре года есть прям совсем старые лампы в них нужно этот гель сушить одну минуту вот лампа которая у меня сегодня на столе стоит я вот ею до этого не работала но она у меня такая более или менее новая где-то год вот так полтора наверное вот в ней я сегодня сушила какие-то линии 15 секунд 18-30 секунд все нужно тестировать на своей лампе поэтому у нас разгон времени который мы даем от 15 секунд до 1 минуты все будет зависеть от вашей лампы я на валберисе типсы покупаю девочки единственное что косяк они всегда приходят вот такие все бракованные видите с этими дырками и приходится еще их подпиливать дополнительно так ну поехали сделаем первый вариант что мы можем делать с этой фольгой это конечно же вот такое однотонное покрытие сейчас это очень любят как на длинные ногти так и на короткие ногти просто эффект металлика понятно что последнее время все делают это пигментом вот но я всегда не устаю эффект говорить о том что эффект который дает пигмент вот он более слабый он не такой выразительный фольга дает прям яркий сочный металлический эффект гель гель чувствительный к свету но я закрываю хотя вот у меня есть здесь банка он как бы чуть-чуть поджелтел я так скажу вам со временем из-за того что стоял постоянно открытый и иногда я могу замечаю ну как вот схватывается особенно если где-то на палитру положила ну не знаю я на всякий случай фольгу не снимаю потому что все вот эти материалы они все всегда очень чувствительны так и смотрим единственно конечно на типсе вот на этой подставке делать нереально образцы у меня сейчас будет крутиться во все стороны этот типс будет слетать но я попробую потому что мне на ложках конечно не нравится делать образцы я такая думаю ну сейчас хотя бы вконтакте на типсах покажу типсы красивые сфотографировать вот здесь нужно брать мягкую кисточку потому что гель такой густой чтобы выравнивалась поверхность видите вот выровняли и сушу 30 секунд я просто уже проверила перед тем как эфир начинать делать я всегда проверяю на всякий случай что у меня за лампа стоит что я работаю за разными столами обычно вот и я прям перед эфиром села проверила точно одну минуту сушить 30 секунд вот я сегодня проверила было 30 секунд это новая коллекция которая вышла в декабре кстати я себе использовала три вот этих оттенка раз-два-три так подсушили можно прям вот не кусками отпечатывать видите можно вот такие вот дополнительные штуки применить я так и знала видите что слетает а потом остатки допечатываем здесь на что рекомендуется сделать золотую подложку я забыла это сейчас сделать блин короче походу придется делать все таки на ложках я так и знала это гемор вот я показывала вариант смотрите я здесь положила золотую подложку золотая подложка будет лучше вот ну я считаю что офигенно отпечатывается при том что я даже сюда золотую подложку не сделала можно перекрыть еще слой и еще раз фольгой отпечатать будет тогда вообще как котовые яйца вот но мне даже так очень нравится особенно если нанести блин теперь обратно и не приклеишь вот знала же что так будет сделаем мой любимый дизайн с фольгой это когда фольга наносится на весь ноготь а потом делается какой-нибудь рисунок сверху сколько лет этому дизайну я его все равно делаю так вот сделали и тоже 30 секунд теперь стемпинг так ну наверно все таки я на ложки буду делать я сейчас так не хочу мучиться буду на ложках делать для стемпинга давайте возьмем какой-нибудь оттенок это из новой коллекции осенней осень и зима да потом перекрываете как втирку так сделали и сейчас можете прям взять ручку и тетрадку и записать несколько правил очень важных по работе со стемпингом вот здесь по работе вот с такими дизайнами ничего особенного нет потому что я же говорю даже если вы совсем уж начинающий мастер еще пока руки не поставлены на дизайн вообще в принципе здесь очень сложно испортить дизайн вы видите он так приклеивается к этому клею потому что у него очень сильная клеевая дисперсия да девочки на типсах особо не поделаешь дизайн аж бесит просто с фольгой это не прокатит конечно короче отрывается офигенно просто и нажимать кстати для этого не обязательно здесь видите технологию можно использовать когда вы видели я просто приложила и разгладила удобно кстати на руках клиентах работать вот насколько не удобно на типсах настолько удобно на руках клиента работать все и перекрываем ну здесь я рекомендую взять prime во-первых он выровнят очень поверхность потому что у него есть моделирующие свойства у этого топа ну и плюс он будет за счет своей толщины держать фольгу обязательно проходите по торцам хотите на всякий случай два раза пройдитесь так здесь перед тем как начинать стемпинг делать можно покрыть топом матовым давайте проверим сейчас если две минуты матовый топ просушить приклеится у меня фольга к нему или нет потому что обычно я все-таки шлифую поверхность на всякий случай вот но иногда впаду шлифовать поэтому сейчас возьмем матовый пробуем отпечатать по матовому топу так вот что у нас получилось ну скажите прикольно короче я сейчас буду работать как 15 лет назад только фольгой помните кто со мной давно что у меня был период когда я работала только с фольгой я очень много дизайнов делала с фольгой сейчас теперь делать это намного легче быстрее поэтому все залежи какие у вас есть с фольгой особенно если вы эми мастер у вас сто процентов есть матовая фольга у вас есть куча глянцевой фольги уверена у кого-нибудь принт-код залежался помните принт-код это цветная фольга с рисунками мы делали все пойдет на этот клей где-то у меня матовая фольга смотрите как классно можно с матовой фольга матовая она же капризная да и ей сложнее работать чем глянцевый так теперь работать ею одинаково легко что глянцевый что матовый смотрите смотрите как с матовой фольгой красиво смотрите какие классные абстракции можно современные делать поэтому говорю вот хочется еще маквином поработать но вот не знаю так минимум две минуты сушить а то три-четыре знаете вот матовый топ его нужно присушить пересушить это же гель-лак они все резиновые всегда эти гель-лаки так первое правило основное это штампик не новый должен он должен быть матовый если вы возьмете хороший штампик который у вас лежит и вы работаете им для стемпинга лакового лучше не портите его для геля берите ненужный штампик либо если у вас новый но он глянцевый возьмите его протрите чем-нибудь например евроклинсером чтобы он стал матовым вот потому что краска гелевая вы знаете она начинает как вода на стекле собираться здесь гель прозрачный точно также будет собираться по стеклу что такое да я вот сейчас думаю на матовый топ отпечатая отпечатка это лень сшлифовать мне поняла объемные если сделать и напечатать нет если с темпинг не помнишь это иногда блин зараза может отпечататься даже закон да да я говорю это первое правило второе правило линии которые вы выбираете у стемпинга да у пластины не берите сильно широкий вот если мы возьмем вот эту пластину здесь абсолютно все паттерны подходят под отпечатывание фольги а если мы возьмем например где пластины сейчас я скажу например вот ну вот например где вот такие сильно широкие линии вот такая ширина линии уже будет не очень потому что слишком тонко стемпинг размазывает может не отпечататься так где еще вот что-то я делала такое было не очень где эти линии абстрактные там такие широченные вот это вот такие линии смотрите вот если линия ширина вот такая большая вот будет очень сложно отпечатывать фольгу потому что клей ляжет прям так тонко с разрывами вот поэтому практически все тонкие линии и средние идеально подходят просто можно все это протестировать сначала и тогда будете точно понимать что подходит а чё нет так поехали записали второе правило да можно два раза даже пройтись печатали и здесь 15 секунд 10 и 19 12 я на глаз так ну даже если я чуть-чуть прогадаю благородное золото кусок да благородное золото не шампань ты дала шампань а мне надо благородное золото не пишешь живого места нет на фольге слушай цену скажи саше чтобы она мне написала ну смотрите видите на матовый топ в принципе я не накосячила хорошо просто иногда так бывает матовый топ если не досушить офигенно получается вот поэтому может либо в тирку делать либо опечатывать фольгу смотрите как классно карина одинцова спасибо все правильно про типсы написала так и пишите да в гугле в альберис розовые типсы иногда бывает смотрите видите такие мелкие полосочки поперек это говорит о том что видимо когда я скрапером делала где-то не до убирала гель а он же прозрачный мне не видно но на самом деле когда мы делаем паттерн это абсолютно не портит вот абсолютно не портит ничего страшного если там где-то у вас какие-то полосочки будет поэтому на всякий случай скрапером нужно проходить два раза и смотрите чтобы у вас скрапер был нормальный без всяких вот тут знаете неровности а вот он здесь был ром так все и перекрываем там чем-нибудь рисунок я обычно вот так сушу в лампе видите и потом отпечатываю на скотч и тебя просушила рисунок чтобы до конца не портит штампик нет девочки у нас вышел новый гель клей multiple дизайн гель и можно делать на весь ноготь можно вручную рисовать рисунки и самое главное ради чего выпустили этот гель клей ради пластин чтоб можно было наконец отпечатывать фольгу потому что на черный тюльпан можно но идеально все равно не получается не хватает этой дисперсии так как сильно тонкий уж рисунок так можно также делать объемные элементы сейчас мы сделаем теперь объемные элементы я обожаю объемные элементы вы их можете делать как втиркой пигментом да но я предпочитаю делать при помощи ольги все таки разница есть где втерли пигмент да вот видно что здесь втерли пигмент на этот гель а здесь отпечатали фольгу называется гель клей multiple дизайн гель так поехали ну я также буду на ложечках делать потому что блин на типсах нереально не под камеру точно надо делать нужно спокойно садиться так как сделаем давайте возьмем вот такой хани мой любимый оттенок из коллекции hand club и вообще сейчас последнее время любимая коллекция hand club все равно осень зима локомотивная а я вам сейчас покажу в телефоне как на руках выглядит вот мы снимали смотрите вот объемные элементы можно втереть пигмент вот эти металлизированные хромовые пигменты тоже втираются на этот гель единственно в этом случае тогда пересушиваете его там сушите минуту-две так вот леопард на стемпинг есть понятно что где-то чуть-чуть может быть где тонковато не допечатано но смотрите все равно как круто пигментом так некрасиво а фольга она дает все равно другой эффект а знаете на что-то за цвет это цвет коллекции сейчас я вам ее покажу зимняя коллекция помните там есть три оттенка вот эти 59 60 и 61 вот так красиво серебряные элементы смотрятся на матовом топе о давайте мы сейчас так и сделаем да возьмем эту коллекцию девочки а голубую коллекцию дайте которой мне нужно сегодня работать саша вот эту коллекцию да да вот возьмем вот этот серый цвет 459 офигенно мы модели делали ногти так красиво и возьмем сейчас не золото серебро так цена копейки просто для такого объема до 1100 а 1100 девочки я хоть и долго думала делать 5 грамм или 15 но я поняла так как мы стемпинг с вами делаем то маленькую банку нет смысла делать 1100 рублей 22 января на сайте да но его уже начали отгружать дистрибьютором и в онлайн-магазине поэтому скоро будет так а мы с вами работаем дальше великолепной коллекции просто великолепной гена название тайт-оп-лайф кто еще не купил всем рекомендую потому что есть очень нежные красивые разные варианты блестящих цветов есть один насыщенный два перламутровых и три пастельных светоотражающих вот на них как раз мы сейчас и будем делать чем мы будем делать не захотел ну да вот мы сейчас два варианта сделаем на ханю и на этом цвете красиво сил нет никаких как красиво так мы помним этот цвет нужно накладывать с легким моделирующим эффектом я он чуть-чуть сушим так здесь мы сделаем на фоне стемпинга для этого мы нанесем топ теклас сначала сейчас мы подошли к третьих техники это объемные элементы для объемных элементов также этот клей идет для фольги и идет для пигмента так но сначала я сделаю подложку рисуночек какой-нибудь так чё бы отпечатать давайте вот эти вот светочечки перекрываем матовым топом потому что мне очень нравится когда ногти матовые а элемент глянцевый поэтому оба варианта сейчас сделаем с вами можно текстоном перекрывать можно так это тоже у нас будет матовый все теперь берем гель клей новый берем кисточку возьмем стразики я сразу еще люблю стразики сажать топить там стразики разные и тоже сушим две минуты матовый топ смотрите матовый топ тоже сушим минимум две минуты красивые хотите пока у меня сохнет время есть и просто покажу еще раз это 461 на нем будет тоже очень классно смотреться глянцевые элементы из фольги тоже на нашу таким моделирующим слоем чтобы классно было так и 460 тоже классный цвет вот его тоже перекрыть матовым топом вот эти глянцевые элементы будут офигенно смотреться сейчас кстати покажу как выглядит светоотражающим короче цвета очень классные видите они какие прикольные под матовым топом и вот на них вот эти глянцевые элементы они очень прикольно смотрятся мы когда на модели сделали так теперь приступаем гелю клею так я делаю мне нравится вот такой дизайн сначала я делаю такую лепешечку большого размера каком-нибудь асимметричную сделали и я беру сразу какой-нибудь стразик и топлю его можно еще так вот порогнять и сушим 30 секунд здесь можно сделать например просто кольцо короче любой рисунок какой хотите делаете девочки еще хотите делаете офигенно так это же 30 секунд просто роспись художественная любая так поехали здесь давайте мы серебро отпечатаем серебро серебро где серебро я потеряла серебряную фольгу я ее в упор не вижу а нашла 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 сейчас меня мои девочки по моему это прикончат и чем хорош этот клей тем что даже где-то микро что-то не допечатывается вы спокойненько повторно еще раз допечатаете все так сделали вот втирка не дает такого эффекта хотите втирайте втирку если хотите втирку втирать на этот гель тоже будет классно единственное берите просушку уже там одну минуту две пересушивать нужно тогда я конечно нарочно делаю объемно так а здесь давайте золото видите не обязательно отпечатывать как мы раньше делали можно вот приложить вот так и вот так вот пальчиком там взять копытца силиконовая эти он работает как прям клей потом если что пройдете вот допечатывать так здесь повторно так кайф какой кайф так а здесь что сделаем давайте здесь посадим стразик какой-нибудь даже два стразика можно вот так вот пусть будет сейчас мы подсушим чуть-чуть вот так более закончено получилось все теперь берете гель какой-нибудь не знаю давайте take us возьмем prime выложите куда-нибудь на палитрочку и этой же кисточкой просто пройдите закрепите дизайн чтобы у нас фон остался матовый рисунок 20 числа будет на сайте я знаю что дистрибьютором уже начали отгружать возможно у дистрибьюторов будет намного раньше чем в интернете я буду подсушивать вот так по чуть-чуть чтобы фольга не успела раствориться все тут самое главное тщательно пройти прокрасить эту фольгу можно взять даже знаете что лучше наверное не take us а лучше взять prime вот лучше даже prime взять он во первых более густой он более жесткий да и он будет хорошо защищать фольгу держать вот правильно англо prime сразу брать вот он ведь он погуще prime можно так вот просто чуть-чуть у лампу ложить подсушивать я обязательно сейчас для клуба сниму курс обязательно поэтому кто клубер и в клубе в эми арт следующий курс будет скорее всего по фольге сейчас мы там с Аней еще не решили кто из нас следующий курс записывает Аня или я но я точно по фольге пишу следующий курс я прям соскучилась как попасть в клуб я могу здесь ссылку дать Саша дай ссылку на клуб прям в комментарии очень классное сочетание когда фольга глянцевая да а поверхность матовая тут какой-нибудь паттерн вот как-то так с матовой глянцевой фольгой я уверена если вы эми мастера у вас у многих есть матовая фольга в закромах доставайте всю матовую фольгу она вам вся пригодится клуб эми арт нет туда может зайти любой вы можете у нас там есть даже девочки кто не мастера маникюра в этом клубе сидят так смотрите что получилось вот сейчас смотрите Саша Камардина скинула вам ссылку на вступление в клуб клуб там стоимость ну там она очень символическая 990 рублей в месяц ежемесячная оплата но там курсов мы курс обязательно один пишем раз в месяц я рисую какую-нибудь картину либо декоративно прикладное искусство мастер-класс у нас эфиры по модным домам по искусству короче у нас там очень много интересного всего вот как то так девочки новые продукты еще раз после 16-17 числа у нас в продажу поступает мультипл дизайн гель и конечно же бокс так куда бокс гель сейчас бокс бокс то где девочки а вы брали у меня бокс нет я вижу не брали это у меня уже я это так да нашла бокс потеряла новый бокс Александр Маквин стразик поступает ну понятно что стразик не цеплялся вот здесь нужно его еще под залить гелем вот с этих двух сторон и все боже как красиво хочу себе такие ноготули даже не знаю что больше но мне конечно вот этот вот эти оттенки классные из коллекции Тайт оф лайф вот под это литье тоже офигенно подходит все вступайте в клуб эми арт по ссылочке всем пока пока пока